Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на ваши вопросы продолжит отвечать митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! – Первый вопрос касается одной из основных молитв. В молитве «Отче наш» есть строки, которые молящийся обращает к Господу. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Разве Господь вводит во искушение? Что же тогда делает лукавый? Ведь в раю Еву искушал змей. И если искушает Господь, то зачем он это делает? – Нет, конечно же, Господь никого не искушает. Искушает действительно лукавый. Или, собственно говоря, это такое наименование беса, который каждый раз, наверное, каждый день, каждый час, каждому человеку все время предлагает какие-то такие искусительные мысли. Всегда предлагает ему пойти, если можно так выразиться, налево, вместо того, чтобы идти прямо. Но дело в том, что здесь просто особенность такого, может быть, языковая особенность. Мы обращаемся к Богу, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Если вот так перевести, пространно изложить этот текст, помоги нам, не дай нам войти в искушение, поддаться этому искушению и избави нас. Но избави нас от лукавого, который искушает нас. Ну, просто вот образность языка в древности была гораздо более сильной, чем сегодня в наши дни. Вот, поэтому эти слова нужно понимать таким образом. Вопрос от зрительницы. Печальный, конечно. Моя бабушка скончалась в реанимации. Мы успели пригласить к ней священника, и он причастил ее христовых тайн. Но насколько это было для нее душеспасительно? Ведь она не осознавала, что происходит. Не было ли это формальностью? Можно ли причащать человека, если он не вполне в сознании и плохо понимает смысл священно-действия? В определенных случаях можно. Вот даже если вы читали много произведений русской классической литературы, там бывает такие вот, встречается такой момент. Вот священник совершил глухую исповедь. Вот глухая исповедь – это исповедь над человеком, который уже не в сознании. Ну, говоря по-своему, он в коме находится. Вот, то есть читаются последования об исповеди, читаются разрешительные молитвы. И по возможности, если только есть малейшая возможность, человека причащают. При этом он находится не в сознании. Но это возможно совершать над такими людьми, которые в своей жизни были людьми церковными, верующими, которые исповедовались, причащались сознательно. И, то есть, близкие люди понимают, что если бы бабушка или кто-то еще из близких сегодня был бы в сознании, она бы с удовольствием попросила бы или с удовольствием приняла бы священника с радостью, который пришел бы к ней ее причащать. Если это человек, который никогда в жизни не ходил в церковь, ну, просто был крещен во младенчестве, никогда не причащался, не исповедовался, и вот сейчас он находится без сознания, вот здесь я бы воздержался бы его причащать таким образом, потому что, действительно, механически Бог никогда не действует на человека. Всегда нужно соединение двух, так сказать, воли, это воли Божьей и воли человеческой. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Следующий вопрос от зрительницы, тоже вот тема такая. Недавно умерла мама, и я не могу до сих пор ее отпустить. Она умерла в больнице, мы не смогли ее ни причастить, ни соборовать. Мне не удалось даже проститься с ней. Хоронили в закрытом гробу. Я читаю книги, молюсь об упокоении ее души, но ничего не помогает. Корю себя за то, что все произошло не по-христиански. Я переживаю о том, что нет ей покоя на небесах. Как быть? Эта боль и печаль не уходят. Ведь это грех, уныние совсем рядом. Что делать? Ну, это похоже на сегодняшнюю ситуацию, да. У многих такая бывает. Жаль, конечно, что так произошло, но такое случается. К сожалению, очень часто бывает, что и родственники, и сами умирающие как-то, даже если и задумываются о причастии, но боятся, знаете, вот бывает так, вот батюшка приходит в больницу, в палату, это самое, причастить кого-то, а рядом окружающие, которые говорят, вы что, нас хоронить пришли? Боятся священника. Боятся, что священник, люди же боятся смерти. И боятся, что священник такой вестник смерти. Поэтому часто бывает, что тянут до последнего момента, и человек уходит без исповеди и без причастия. Это плохо. Но что касается автора вопроса, я думаю, нужно постепенно себя каким-то образом успокаивать. И вот она говорит, не могу отпустить, в кавычках слово отпустить, конечно, это неправильно, потому что ничего хорошего от этого не будет ни маме, ни ей самой, ни ее близким. Нужно о маме молиться, нужно заказывать сорока усты, нужно самой молиться, служить панихиды, нужно делать добрые дела какие-то, нужно помогать тем, кто нуждается в помощи, в память о маме. И таким образом факт постепенно и самой станет легче, и маме научность будет облегчена. Что означает выражение «впасть в прелесть»? Когда и при каких обстоятельствах это может произойти с человеком? Почему это опасно? Можно ли самому понять, что ты впал в это состояние, и как из него выйти? – Прелесть, прельщение, самообман – это ситуация, в которой человек высоко оценивает свои собственные какие-то духовные успехи, заслуги и так далее, при том, что их или нет вообще, или они очень незначительные. Прелесть, еще святитель Феофан Затворник употребляет такое слово «самоцен». То есть, когда человек сам себя начинает оценивать и оценивает высоко. Прелесть – это состояние человека, который пытается жить духовной жизнью. Обычный человек, который живет просто с утра до вечера, смотрит телевизор, работает, гуляет, встречается и так далее с другими людьми, и ему это не грозит. Прелесть – это состояние, которое подстерегает человека, пытающегося жить духовной жизнью. Человек, который начинает оценивать свои достоинства. Вот, знаете, нам ни в коем случае нельзя этого делать. Нам нужно очень внимательно всматриваться в самого себя для того, чтобы видеть свои недостатки, видеть их и пытаться их преодолеть, искать пути для их преодоления какие-то. Это обязательно надо делать. Но при этом ни в коем случае сказать «о, я уже стал лучше», «а я уже приобрел такой добродетель», «а я вообще лучше, чем вот он, она, они» и так далее. Вот это прелесть. Когда человек начинает оценивать себя. Человек очень удобопреклонен к этому состоянию, поэтому все отцы говорят «лучше вообще никак себя не оценивать с положительной точки зрения, а только смотреть за своими грехами и все, и бороться с ними». Вот если человек впал в прелесть, это очень сложно. Обычно такой человек никого не слушает. Обычно такому человеку невозможно что-либо объяснить, доказать, рассказать. Он все сам знает. Он во всем уверен, убежден. Его мнение – это истина в последней инстанции. Ну, таких людей много и в миру. Это не духовная прелесть, это, скажем так, такая ментальная, если можно выразиться. Но это вот такие вот похожие состояния. То есть ничего сделать не делали? Ну, как правило, очень сложно что-то сделать. Нет, можно, наверное, но, как правило, очень тяжело с таким человеком что-то сделать. Поэтому лучше отойти в сторону. – И еще один вопрос. Рядом с моим домом строят армянскую церковь. Я так понимаю, это на Пушкаревском кольце. – Да, как раз недалеко здесь. – Это будет самый ближайший храм. Могу ли я, православная христианка, ходить в нее, посещать богослужения в этой церкви? Отличаются ли они чем-то от традиционного православия? И вообще можно ли представителям других религий заходить при желании в чужие храмы? Ведь Бог един. – Такой букет современных фантастических представлений о церковной, религиозной жизни и церкви. Армянская апостольская церковь отличается от православных церквей. Это неправославная церковь, так называемая нехалкидонская. Это очень долгий разговор. Есть замечательное такое издание православной энциклопедии. Там очень интересные статьи об армянской церкви, исчерпывающие, рассказывающие ее историю, то, что с ней произошло в свое время. Это действительно древняя церковь, это действительно государство Армения, государство, которое первым приняло христианство в качестве государственной религии, еще до того, как до императора Константина. Но, к сожалению, в свое время она уклонилась от общего развития совместного христианских церквей. И вот армяне, копты – это христианская церковь Египта, эфиопская церковь, эритрейская и еще ряд других – это церкви, которые, хотя и очень древние, они все древние русской церкви, например, но не являются православными. И ходить православному человеку, в них можно только зайти и посмотреть из любопытства, что это такое. В этом нет греха. Но ходить на службы все-таки надо в свою церковь. Поэтому, я думаю, что даже если не дойдут руки до православной энциклопедии, просто можно набрать в гугле «Армянская церковь» и почитать. Там тоже есть хорошие, достаточно полные, подробные статьи, рассказывающие об отличиях армянской церкви от православной. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова